привет ребята сегодня вас ждет путешествие под воду сегодня мы с вами познакомимся с морскими обитателями какие же у нас есть морские обитатели хорошо давай про каждое животное как же без них да ну давай расскажешь про всех по порядку давай расскажем про эту акулу про эту акулу мы уже снимали видео да сейчас у нас видео моря так расскажи нам про это акулу мол возьми в ручки покажи вот здесь показывать она хищная да или не хищно да ну ладно ребят мы про это акулу уже снимали видео вот ссылочка пожалуйста посмотрите давай следующее животное хотя мы забыли сказать это акула у нас который мы сейчас рассмотрели она млекопитающая или рыба давай следующего животного дельфинчика дельфинчик да вот у нас с тобой два дельфинчика из хорошеньких да расскажи про эти дельфинчиков вот и дельфинчиков очень хорошей и очень милый звуки они зовут вот такие и и и и и и и вот видишь плавают как они плавают так да они млекопитающие млекопитающие хорошо но питаются рыбкой да вообще хорошо мы поплыли а где каких морях и океанах а не обитает Они обит... Папа, а в Красном море живут дельфины? Конечно. Они обитать могут обитать в Черном море, в Красном море. Только в Мертвом не могут в море, да, обитать? Да, там очень жаркое море. Хорошо, все, мы поплыли, ребята. А теперь давайте познакомимся с братом, с братьями Акулы. А как звали этих гусеницы из этого, из Лунтика? Пупси-ни-пупси. Давай это будет пупси-ни-пупси. Нет! Не хочет? Это были просто Акулы. Просто, ну рассказывай про этих хищниц. Вот, видите, какие страшные Акулы. А они как плавают, покажи. Они плавают вот там. Нет, вот на это покажи, вот на это. Вот на это? Угу. Вот так плавают, давай я покажу. Вот так вот они плавают. Да, вот так вот. Ну, они хищные. Это рыбы или млекопитающие, кстати говоря? Рыбы. Рыбки, да? Угу. А они могут напасть на человека? Да, они могут даже левать съесть. Ничего себе, какие хищные Акулы. Опасные существа, да? Угу. Ну, хорошо. Ладно, пускай они уплывают. Да. А давайте теперь я вам расскажу про морскую звезду. Давай. Вот она, морская звезда у нас, да? Да. Давай она была в кепочке. В кепочке давай, где кепочке? Давай, как будто вот здесь она была. Ну, давай, рассказывай нам про нее. Привет, ребята. Вот это у нас морская звезда. Ну, конечно же, как и все морские звезды, они бывают разные. Бывают и колючие, и ледовитые. Ага, расскажи, пожалуйста, они могут напасть на человека? Ну, нет. Они, к сожалению, не западают. К сожалению. Ну, я знаю, что колючие морские звезды, если человек обдыху колется, там же ледят. Неприятно будет, да? Да. И больше его ничем не спасет. А чем она питается вообще морская, обычно? Питается морсками и кровами. Ага, а где у нее рот вообще? Покажи рот. Рот. Разверни аккуратненько. Ага, вот тут вот, да? Как она свою жертву захватывает, покажи. Она засаживает. А, вот так. Ну, ладно. Ну, все, давай следующее животное. Какое? Давай, косатка, а потом кита. Ага. Давай. Пускай он подплывет. О, это что за акула такая? Это не акула, это косатка. Косаточка? Угу. Это кит-убийцы, про которые говорят, да? Да. Это дельфин, только он большой. Большой, так. Так это тоже млекопитающее получается? Да, тоже млекопитающее. А она может на человека напасть? Она, ну, напасть она не может, она просто может. Надо видеть плавнику. Нечаянно, да? Ну, она вообще громадного размера. И чем она питается, скажи? Она питается краской рыбой. Ага, хорошо. Ладно, поплыва косатка. Вот так вот она плавает, да? Вверх-вниз. А это что там за огромное животное? Это кошелот. О, какая огромная рыба. Это рыба, да? Нет, это млекопитающее. Это тоже млекопитающее. Ничего себе, какой ты кит. Так это же кошелот, да? Да. О, тоже так плавает, да? Это самое большое, самое большое существо на нашей планете, да? Папа, а кошелот, он больше кита? Да, больше кита. Он громадный. Ну, киты бывают разные, но я думаю, что больше. А синий кит. Может быть, синий кит больше кошелота. Надо будет посмотреть. Да. Ну, ты расскажи мне хорошо, а кошелот может? Кошелот может напасть на человека? Ну, он не может напасть. У него горло что большое, что он может достать для тебя проглотит взрослого мужчину. Да. Ну, нечаянно, да? Не специально. Нет. Но они не охотятся на людей. Они могут поедать осьминогов, кальмаров. А кто это подползает? Осьминог. Пойди, кошелот сейчас про меня расскажет. Рассказывай про меня теперь. Вот это у нас осьминог. А потом мы сродимся с кошелотом. Это у нас осьминог. Приполз. Приполз? А он хищный, нет? Ну, бывают осьминоги разные. А кто сильнее, осьминог или кальмар? Это я уже не знаю. Не знаешь? А это кто, значит, здесь? Осьминог. Осьминог, да? А это он чернила пускается или это кальмар пускает чернила? Он бы и кальмар, и осьминог пускается. Ну, давай сражаться с кошелотом, давай? Давай. О, щупальцами, видишь, захватывает щупальцами. Вот так. Щупальцами захватил. Видишь, присоски остались на теле? Да. Да? Сейчас он проглотит, а зрущу появится. И убежит, да? Ну, кошелоту тоже досталось. Смотри, какие-нибудь следы остались серьезные, да? Следы. Ладно, все, они убежали. Они все, они все. Кошелот сдавил. А что это у него вода потекла? Сдавил целое тело сведо. Ладно, все. А у него отрастает, у него есть такая способность к регенерации? Это я не знаю. Не знаю. Ну, ладно, ребята, надеюсь, вам понравилось. На этом у нас все, пока. Вам понравилось, ребята? Конечно. Ставьте лайки. Вам же нравится, когда вы ставите лайки и подписываетесь на наш канал, да? Конечно. И, кстати, ребята, давайте подписывайтесь активнее. Скоро мы проведем конкурс специально для вас. И каждый из вас получит кое-какой сюрприз. Победитель нашего конкурса получит настоящий сюрприз. Да, получит сюрприз.